Передаю слово представителю Венесуэлы. Спасибо, господин председатель. Венесуэла отверкает жуткие действия, которые привели к падению гражданского рейса MH17 в Донецкой области в Украине. 298 пассажиров и экипаж погибли. В этой связи выражаем солидарность с близкими жертвами и со странами, которых затронул этот жуткий инцидент, произошедший год назад. Мы убеждены в том, что в рамках борьбы с безнаказанностью правосудие восторжествует и ответственные за эту трагедию будут наказаны согласно Верховенству права. Несмотря на это, Венесуэла воздержалась при голосовании по данному проекту резолюции, поскольку мы считаем, что в этой резолюции представляются дополнительные политические элементы, которые могут подорвать необходимое сотрудничество и доверие между сторонами для того, чтобы позитивно вносить вклад в ведущееся расследование. Факта падения Малатийского Боинга МН-17. Все это с целью установления уголовной ответственности для того, чтобы привлечь к суду виновных. В этой связи мы считаем, что упоминание статьи 7 Устава ООН в рамках данного приложения превышает политические и юридические рамки, которые определила резолюция 21.66, в которой утверждена цель проведения соответствующих мер по этому вопросу в рамках Совета безопасности. Квалификация данного инцидента как угрозы международному миру и безопасности является преждевременным и политизирует рассмотрение данного дела, которое находится на этапе технического расследования в рамках уголовной системы. На основе этих элементов мы считаем, что Совет безопасности не имеет компетенции для создания международного уголовного трибунала. На специальной основе мы не хотели бы никоим образом, чтобы этот печальный инцидент и страдания жертв использовались в политических целях, в рамках конфликта, от которого страдает данный регион Украины. Наша страна отрицает нападение на гражданскую авиацию. Это неприемлемые действия, и они не могут оставаться безнаказанными. Мы хотели бы напомнить данный момент о кубинском рейсе в 1976 году, совершивший данный жуткий инцидент по прежнему пользу и безнаказанностью. Необходимо помнить о том, что через резолюцию 2166 было решено провести техническое следствие по данному инциденту на транспарентной и беспрестасной основе с учетом процедур и стандартов Международной организации гражданской авиации, а также при полном сотрудничестве со стороны всех заинтересованных стран. Следствие идет своим ходом по установлению причин и виновных. Поэтому мы считаем, что необходимо поощрять усилия в этом направлении для того, чтобы установить реальные факты и не предвесхищать результаты неосновательно. Поэтому мы призываем не политизировать этот вопрос в Совете безопасности для того, чтобы не препятствовать расследованиям. Мы надеемся, что эти расследования дадут результаты, позволяющие установить причины инцидента и установить соответствующую ответственность при сотрудничестве данного органа Венесуэла, готова сотрудничать со всеми усилиями, содействующими разъяснению этого печального факта. Благодарю вас. Продолжение следует...